Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, с вами Уммалик, и мы с вами продолжаем изучение арабского языка по программе Селеселя. Напоминаю, что не забудьте подписаться, ставить лайки, комментарии и делиться благими знаниями. Мы переходим с вами к следующему уроку учебника. У нас Аль-Вахдату-Л'Уля и Аль-Мауду-Ут-Талис, то есть третья тема. Тема называется Харфу-Мим, то есть много слов, которые будут приходить здесь, будут в своем составе иметь эту букву, букву Мим. Аль-Калимату-Л'Дядида. Новые слова. Милля-Ко. Милля-Ко. Милля-Ко – это ложка. Ну, здесь, конечно, не только это одно слово и другие слова, мы с ними будем с вами вместе знакомиться. Итак, первое у нас, как обычно, Послушай и повтори. У нас сегодня четыре фразы и слова, и те правила, которые мы успеем взять на этом уроке. Первое слово МакТебе или МакТебе-Тун. МакТебе, как мы видим здесь, в составе этого слова есть буква Мим, как первая, да, первая буква у нас Мим. Уже в соединении она соединяется таким образом с последующей буквой К. МакТебе – это библиотека. МакТебе – в конце мы видим та марбута, которая при остановке читается как Га. Если мы продолжаем читать или произносим с огласовками, тогда это будет Та. Итак, предложение. Обратите внимание на это предложение. Во-первых, мы видим глагол Дахаля – ходить, к которому присоединилась Ту, то есть Я пошел или Я вошла. Да, здесь контекста нету, поэтому может быть так и так. То есть Я вошла, и потом МакТебе-Та – библиотека. Маагад – это институт. И здесь мы видим с артиклем МакТебе-Тал-Маагади. Эта фраза будет переводиться как библиотека института. Иншалла, в последующих уроках, возможно, в следующем уроке, я вам расскажу уже тему Аль-Илафа, и вы узнаете, как такие словосочетания строятся. Сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на то, что глагол Дахаля в русском языке зачастую используется с предлогом Входить в комнату или в здание, в дом. То есть предлог В используется в арабском же языке. Этот глагол, он переходной. То есть действие переходит на следующий, на объект какой-то, да, и не требует предлога. То есть, по сути, мы говорим, я вошел в библиотеку, но слово в здесь мы не видим. Поэтому в арабском языке это будет прямым дополнением МакТебе-Та. Да, как в прошлом уроке я вам говорила, что глаголы, действие которых падает на другой предмет, например, без предлога, это будет как прямое дополнение. И здесь это тоже прямое дополнение. То есть мы видим, что не всегда то, что, ну, такие глаголы, которые, например, в русском языке требуют предлогов или требуют предлоги в арабском, могут, например, быть без предлогов или наоборот. Ну, зачастую оно совпадает, конечно, но не всегда. Итак, мы видим слово МакТебе и МААГАД, институт. Дахальту МакТебе-Тал-МААГАДИ. Я вошел или я вошла в библиотеку института. Переходим к следующему предложению. АССЭМЭК. Или следующее слово. АССЭМЭК – это рыба. Да, рыба. Здесь в самом примере мы видим АССЭМЭКЕ. Да, уже подсказка, что здесь предложение, оно будет в такой форме. В этом случае МИМ соединяется с предыдущим и с последующим харфом, да, то есть мы видим так вот предыдущий син соединяется с последующим и КАФ соединяется с предыдущим. Поэтому вот такое сочетание. АССЭМЭК. Здесь у нас солнечная буква, поэтому ЛЯ мы не читаем и читаем удвоенную син. АССЭМЭК. АКАЛЬТУ, да, Я СЕЛ. АКАЛЬТУ СЭМЭКЕ – рыбу. Опять же мы видим ТУ, здесь используется, вы можете проспрягать такие глаголы. АКАЛЬТА СЭМЭКЕ, АКАЛЬТИ СЭМЭКЕ, АКАЛЬТИ СЭМЭКЕ, АКАЛЬТИ СЭМЭКЕ или АКАЛЬТИ СЭМЭКЕ. То есть такие вот разные формы из тех, которые мы с вами выучили. Если вы будете тренироваться, очень быстро вспомните или запомните эти формы. Перейдем к следующему предложению и следующему слову. АКАЛЬТУ – это АКАЛЬТУ, то есть ручка, да, это ручка. МИМ уже здесь в окончании мы видим, соединяется с предыдущей ЛЯМ и опускается ниже строчки. То есть хвостик уже опускается ниже строчки. Итак, АЛЬТУ, 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 ФИЛЬХАКИБАТИ, АЛЬТУ, ФИЛЬХАКИБАТИ, РУЧКА В СУМКИ, да, то есть здесь всё легко, у нас уже были похожие фразы. АЛЬТУ, АЛЬТУ, ФИЛХАКИБАТИ, то есть мы видим здесь АЛЬТУ, ФИЛХАКИБАТИ, РУЧКА В СУМКИ. В этом предложении я бы хотела обратить ваше внимание именно на чтение следующей фразы ФИЛХАКИБАТИ. Мы видим здесь букву фа и я, то есть, по сути, это читается как долгий и фи, и затем аль-ха-гиба, не читаем, читаем ль, как бы, да, с артикля, получается ль-ха-гиба, но здесь есть долгий. И долгий — это, по сути, тоже харф с суккуном. В арабском языке действует такое правило, как то, что два суккунированных харфа не встречаются в разных словах. И если вот они встретились, как здесь, то что-то будет происходить, или какой-то харф будет не читаться, или он будет огласовываться так, чтобы уже они не были, эти два харфа, находясь рядом, уже не будут с суккуном, да, то есть какой-то из них будет приобретать огласовку. В данном же случае, когда у нас на первом месте стоит харф мад, как здесь, то этот харф мад не будет тянуться, он будет читаться только до огласовки, он как бы сокращается до огласовки. То есть мы не говорим фи-ль-ха-гиба-ти, мы говорим фи-ль-ха-гиба-ти, да, то есть мы только фа-р с ка-срой и переходим на лям. Фи-ль-ха-гиба-ти. Аль-галяму фи-ль-ха-гиба-ти. Такое васлирование, как он называет, происходит такое васлирование, и харф мад сокращается. Это себе запишите, это правило чтения, чтобы вам было понятно, почему же в этом случае этот мад не тянется, да, не потому что это не ошибочно прочитали, потому что это такое правило. И переходим к последнему примеру из этого урока, это аль-яум или аль-яуми. Яум это день. Когда мы видим это слово с артиклем, как правило, это означает сегодня, да, то есть как бы конкретный день, то есть сегодня. Аль-яум. И предложение у нас. Это газеты сегодняшнего дня, да. Ну, мы скажем, это сегодняшние газеты. В арабском это звучит так, да, как бы газеты сегодняшнего дня. Опять же, эти конструкции мы, иншалла, будем с вами разбирать в скором времени. Вы можете обратить внимание на то, что почему же здесь стоит хави, если когда на первом или на втором уроке я вам говорила это слово и акцентировала внимание на то, что это указательное местоимение для женского рода единственного числа. А здесь мы видим сухов, это газеты. Это множественное число от слова сахифа. Сахифату. Да, газета. Дело в том, что, то есть множественное число неразумных в арабском языке считается как, ну, грамматически, да, мы с ним работаем как женским родом единственным числом. То есть указательное местоимение, если нам нужно будет глагол какой-то с ним, как бы, распрягать, или, там, прилагательно, или еще-еще много чего, мы будем с ним работать, как будто это грамматический женский род единственное число. Поэтому мы видим, что и использовалось указательное местоимение, да, то есть это, чтобы вам было понятно, это все верно, здесь никакой ошибки не было. Поэтому, да, повторю еще четыре эти предложения, вы можете их прописывать, повторять, спрягать, менять разные слова, подставлять, да, например, сказать, что там, из тех слов, которые у вас были, или единственное число, или, учитывайте только, если это разумный, да, множественное число разумных, там уже чуть другая система. Это именно множественное число неразумных. Итак, Дахальту мактаба тальма ахади, Акальту ссамака, Аль-галему фи л-ха-ки-бати, Ха-ди-и суху фу л-яу-ми. Благодарю вас, что вы были со мной. Джазайку муллаху хайрон. Прошу вас распространять благие знания, делиться своими результатами, комментировать. Это вдохновляет. И делать дуа, чтобы были силы, время, возможность продолжать делать для вас полезные уроки. Баракаллаху фи кум. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва баракету. Ва баракета. Ва баракеты. Продолжение следует...